Привет зрители! Все в нашем здоровье на одном канале. Сегодня мы расскажем тебе о полезных свойствах каши из гороха, а также научим нескольким кулинарным тонкостям, которые позволят избавиться от специфического запаха готового блюда. Поможем приготовить нежнейшую массу и удачно совместить ее с мясными или овощными добавками. Многие и не знают, но комбинация питательных веществ, витаминов и минералов в обычной гороховой каше просто уникальна. Огромное количество белка, железа, кальция, магния, йода, меди, бета-каротина, аминокислот, витамина группы В, а также А и Е делают гороховую кашу бесценным продуктом для поддержания здоровья, восполнения энергии и укрепления организма в целом. Гороховая каша, приготовленная на воде, является отличным диетическим продуктом. Всего 90 калорий в 100 граммах, который используется в качестве основы для множества диет. Продукт, хоть и питателен, но содержит крайне мало углеводов, а потому подходит людям, страдающим избыточным весом. К тому же такая каша быстро и надолго утоляет голод, спасая от переедания. Продукт помогает нормализировать обмен веществ, потому показан тем людям, которые страдают от диабета и ожирения. Насыщенная белком и аминокислотами гороховая каша показана людям, которые ведут активный образ жизни. Блюдо из гороха прекрасно восполняет силы, повышает жизненный тонус и помогает спортсменам нарастить мышечную массу. Гороховая каша влияет не только на здоровье, но и на внешний вид. Мощный витаминно-минеральный комплекс благотворно сказывается на состоянии кожи, ногтей и волос, но главное – тормозит возрастные изменения. Регулярное употребление гороховой каши помогает нормализировать артериальное давление, снижает частоту и интенсивность головных болей и способствует профилактике атеросклероза. Богатая клетчаткой каша очищает организм изнутри, выводит шлаки и токсины, химикаты и канцерогены, а также разрушает почечные и желчные камни. Гороховая каша показана пожилым людям, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта при холецистите, гастрите, заболеваниях почек и печени. Регулярное употребление блюд из гороха благотворно сказывается на работе иммунной системы, снижает симптомы усталости, повышает стрессоустойчивость и предотвращает депрессию. Мало кому известно, но употребление гороха является отличной профилактикой нарушения зрения. Витамин А и бета-каротин, которых в горохе с лихвой, крайне важны для сохранения здоровья глаз. Гороховая каша обладает достаточно сильным мочегонным действием, поэтому употребление каши показано людям склонным к отечности. Как приготовить гороховую кашу? Чтобы каша получилась на славу, колотый горох необходимо предварительно замочить. Восьмичасовая выдержка в холодной воде избавит готовое блюдо от специфического запаха, который не всем по душе и позволит гороху достаточно набухнуть, что сократит время приготовления питательной каши. После окончания замачивания воду необходимо слить, промыть горох еще раз, а затем отварить уже в чистой воде, покрывающей крупу на 1 см. Если у тебя нет времени возиться с замачиванием и полосканием, не отчаивайся, гороховая каша все равно получится отменной. Чтобы сварить вкусную кашу без замачивания, опусти крупу в холодную воду, предварительно разведя в ней пищевую соду. На 3 литра воды достаточно пол чайной ложки соды, оставь крупу в растворе на час, затем промой и смело ставь на огонь. Для приготовления гороховой каши используй посуду с толстыми стенками и дном, тогда блюдо точно не пригорит. Если такой посуды нет, придется регулярно помешивать горох во время варки. Вари гороховую крупу только на медленном огне, в противном случае белок в продукте свернется, отчего готовое блюдо будет чрезвычайно жестким. Соль добавляй в самом конце приготовления, иначе горох будет вариться куда дольше. Если горох еще твердый, а вода в кастрюле выкипела, смело влей кружку кипятка. А если горох разварился, а воды в кастрюле еще хоть отбавляй, аккуратно слей ее и томи гороховую кашу на медленном огне без крышки 5 минут. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Новости в мире, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт. Странички в инстаграме и фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока!